Я мечтала очень приехать в Вашингтон, выступить на конференции. Когда я стала знакомиться с анкетой въезда в Вашингтон, я там просто обнаружила, что активным наркопотребителям, секс-работникам ЕС в США просто запрещен. То есть получается, что на конференцию не попадут представители самых уязвимых к эпидемии групп. Это наркопотребители и коммерческие секс-работники. Мне тогда непонятно, для кого вообще проводится эта конференция. То, что без нас решают вот эти вопросы, которые мы могли бы внести свой вклад. Сообщество людей, употребляющих наркотики, готово отстаивать свои интересы, влиять на наркополитику, потому что мы заботимся о себе. Давайте наконец-то прекратим воспринимать потребителей наркотиков как людей с другой планеты. В октябре 2011 года в Москве прошел форум BG6, на котором Россия была признана лидером в регионе, в нашем восточной Европе, Центральной Азии, по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции. И, в общем-то, это лидерство России, оно может нанести большой ущерб всему региону, потому что, в общем-то, ни для кого не секрет влияние России, вес России на всем постсоветском пространстве. И то есть сейчас под угрозой могут оказаться программы заместительной терапии и снижение вреда во всех странах постсоветского пространства, потому что карательная наркополитика России, она просто будет, ну, давить на все страны. Я хотела призвать международное сообщество вот тоже оказать давление на Россию, пересмотреть вот этот вопрос с ее лидерством или обязать ее выполнение международных соглашений. Если бы я приняла участие в конференции в Вашингтоне, мое послание было бы от человека человеку, о том, что мы все люди, мы все равны. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда конференция будет проходить на территории Соединенных Штатов Америки, я со своим диагнозом наркозависимость, буду иметь возможность присутствовать на этой конференции.